И сегодня у нас Андрей Варанцевич в студию музея. Всем привет, в общем, здравствуйте. Спасибо, что нас смотрите. Мы, собственно, для вас и собрались. Ты видел много игроков, которые прошли через ЦСКА, которые играли один год, пять лет, как тот же Джексон. Кто это был самый забавный? Так вот не обижать никого, все очень талантливые игроки. Вот давайте возьмем Джексона. Джексона, если в плане юмора, можно сказать, на приколе. Вот мы с ним юморили, танцевали. Если как пример вспомнить, когда мы разминаемся на животе, такие упражнения были, и мы такие супермен на здании. Это было нормально. Аарон Джексон был прикольный. Что вы знаете об анапском баскетболе? Артем Яковенко. Да, Артем Яковенко, анапский баскетбол. Есть какие-то такие интересные кликушки? Ну я знаю, что тебя так Вора называют, но это от фамилии немножко произвольно. Ну да, конечно. Вора, Цевич. Как-то, может быть, еще что-то есть? Дрейский, Дрейский. Ну, от того, что Дрейский, Дрейский, да. Еще один инсайт, друзья, прямо сейчас вам дам. Андрей Воронцевич изобрел собственный английский язык. Я не знаю, как он додумался до этого и почему он это сделал, но суть простая. Ты берешь любое слово, в принципе, любое, и делаешь окончание ски. То есть, типа, ну, как американцы оздороваются, вотсап, да, типа, как дела? Вот, вотсапский, говорит Андрей. Дрейский. Ронский, бейкерский. И он так называет. А я не знаю, это, наверное, от американцев пошло. Скорее всего, даже, может быть, от Джексона. Они все равно, когда что-то говорили, и пытались по-русски говорить, и вот добавляли этот ски, а потом уже, да, там так приелось, как-то прижилось. Вотсапский. Они говорят еще по-русски, как Диланский. Слушайте, я просто скажу, мне позвонил после того, как я выложил это видео. Ну, круто же. Мне звонит мой агент, говорит, алло, а что за монтаж? Я говорю, какой монтаж, ты че? Я говорю, ну, смотри, он сильно молодец. А вообще про подписчиков. Спасибо большое. Я на самом деле благодарен тем ребятам, кто на меня подписан. И если кто не подписан, ЦВИЧ-20, подпишитесь обязательно. Прости, мне там вопрос понравился. Что смешного можете рассказать про Родригеса? Да. После победы на финале четырех, у него, в общем, были кроссовки. С символикой «Черной пантеры». Вот фильм, который был. А он как раз их надел на матч. И после победы он там много интервью раздавал, там чуть-чуть позже, чем остальные. Пришел, и он забегает, и вот так. Ваканда. Юморит ли Майк Джеймс в раздевалке? Да, пытается что-то там. Он кричит, я большой, я как, я бигмен, я бигмен. Как будто он высокий, а он же малыш. Ну да. Ну вот, у него 183, вроде бы, для нормального человека это хороший рост. Это отличный, да? Да, это средний, хороший. Средний рост. Даже выше среднего. Да, даже выше, да. А среди нас он малыш. Поэтому он говорит, я большой, все, большой. А у него еще смешно, вот такую расскажу, я говорю, у него зубы встал на один. И он его теряет иногда, представляешь? Это как один дома, помнишь? Пусть он на меня не обижается. Реально, он бегает, бегает, раз, что-то его кто-то ударит. Он просто подбирает его и вставляет? Да, по всей площадке. А, вот, нашел, раз. Мы говорим, ну сделаем, времени нет, представляете? Как сказал Женя, мы обязательно разыграем какие-нибудь хорошие подарки. Не только, наверное, майку, давай я еще от себя добавлю, наверное, мячик еще. С автографами всей команды. За хороший челлендж? Ну, да. Я думаю, да. За хороший челлендж, друзья мои, пишите. Не только майку, но и мяччик с автографами всей команды ЦСКА. Андрей Воронцевич может поучаствовать и к этому челленджу хороший хэштег. Андрей выберет. И все. Сделаем это в Инстаграме, публикуем. Подписывайтесь на Савич20 и ЦСКА Баскет. Обязательно тоже там все это будет репост. Мы с вами прощаемся. Извините еще, что не ответили на все ваши вопросы. Ответим в следующий раз. Обязательно пишите. И увидимся с вами здесь, на ЦСКА Баскет Шоу. Спасибо, счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok